Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас пивная тарелка, все самое вкусное, рифленые чипсы от Lays, фисташки, сухарики и чипсы, которые остались еще с прошлого видео, потому что я думаю, одна некому это все есть, понятное дело. И у нас Балтика безалкогольная с малиной. Я вообще люблю безалкогольное пиво. Во-первых, это вкусно, аппетитно, еще с малиной никогда не пробовала. У меня немножко испорченное настроение, потому что в процессе того, как я красилась, я смотрела передачу... Ой, господи, получился. Ой, как пахнет, какой аромат! Вау, просто! Как я поняла, это новинка. Здесь даже написано, сколько килокалодий здесь. В общем, давайте приступим. Почему я расстроена? Я смотрела холостяка. И просто поняла, что это просто шоу. Тут никаких чувств, ничего такого нету. Потому что самых таких классных девушек Тимати специально отсеивает. Такое, знаете, разочарование. Я почему-то думала, что он реально будет выбирать себе там девушку на жизнь и так далее. До этого там с Егором Кридом я не смотрела холостяк. Ну вот, к сожалению. Причем, знаете, он оставляет девушек, которые несут какой-то бред, которые ему по росту не подходят. Вообще какие-то не очень. А хороших отсеивает. Я просто поняла, что это делается для шоу. Чтобы люди не ожидали. И вау, что там произошло. Но лично у меня пропал интерес, если честно. Не потому, что девушка, за которую я болела, она ушла. А просто потому, что уже неинтересно на самом деле. Нету той искренности, о которой я как бы мечтала, так скажем, в начале проекта. Господи, какая вкусная Балтика. Если никогда не пробовали, скриньте, покупайте. Так малинкой пахнет. Поэтому вот так вот, к сожалению, мои мечты обрываются о жесткие скалы реальности. Я не хотела рассказывать, если честно, изначально. Потому что, вы знаете, мне мама всегда говорит, когда что-то рассказываешь, в конце что-то не получается. Или получается какой-то бред. Я соглашусь с вами. Так оно и есть. Но вы знаете, что я собираюсь покупать квартиру. И сегодня мы с двоюродным братом идем смотреть один вариант. До этого тоже я смотрела много вариантов, которые меня так или иначе не устраивали. А не устраивали почему? Либо мне риэлтор говорил, что это находится близко к метро, потом это находится... Где-то в жопе мира. Этот вариант. Я знаю конкретно, где находится, потому что этот жилищный комплекс, он такой запоминающий, так скажем, необычный. Проект. Я уже видела квартиры. Я уже знаю, как, что. Единственное, нужно выяснить, сколько стоят коммунальные услуги в этом жилищном комплексе. Потому что он такой элитный, так скажем. Если слишком дорого будет, я брать квартиру не буду. Не хотела говорить вообще об этом. Ну ничего, расскажу. Получится. Просто был вариант, который должен был получиться, а я вам не рассказала, и он тоже не получился. Не получился как? Что-то до тебя не устраивает. Я, знаете, хочу купить так, чтобы прям меня устраивало на все 100%. То есть лучше я буду еще год искать. Это не сумка. Это не телефон. Не компьютер, который можно поменять через год. Это квартира. Вариант, который я сегодня буду смотреть, он стоит почти 3 миллиона. Находится очень близко к метро. Ну, в общем, даже не знаю, стоит ли это рассказывать, потому что непонятно. Сегодня в 6 у нас встреча, и мы должны пойти туда. Как раз мы хотим измерить, потому что здесь есть такая погрешность. Иногда в документах написана одна квадратура. Когда ты начинаешь измерять квартиру, там оказывается намного меньше. Поэтому мой вам совет. Какая вам разница, что написано в купче? Или какая вам разница, что написано в договоре? С МТК. Зачем вам это? Главное реально, сколько в квартире квадрат. Одну квартиру там мама смотрела. Я сразу смотреть не пошла, потому что жилищный комплекс ужасный. Мужчина говорит, что у него там 63 квадрата. Измерили 56. Ну и зачем мне за 62 квадрата платить, если фактически этих квадратов нет? Еще потом коммунальные услуги платить всю жизнь. За 62 квадрата, которых нет. И хозяин квартиры сказал, А мне что делать? Я покупала квартиру, когда только котлован ставили. И мне продали 62 квадрата. У меня такой встречный вопрос. А мне что делать? Я же не виновата, что тебя как бы обманули. Правильно. Я обманываться не хочу. Хотя там месторасположение хорошее было. В общем, много-много факторов. Я, возможно, еще очень долго буду искать. Но квартиры недешево здесь стоят. Это еще 3 миллиона однушка. И это без ремонта. Минимум миллион надо потратить еще и на ремонт. Потому что это голые стены. Не электричество. Не штукатурки. Знаете, такой парадокс. В ладной квартире, которую мы посмотрели, хотели взять. Потом я еще посидела дома. И я просто передумала ее покупать. Мне позвонил хозяин квартиры. И такой говорит. Точнее, позвонил этот риелтор. Потому что напрямую мы с хозяином не общались никогда. Короче, звонит и говорит. Они согласны вам сделать даже уступку. Вы же собираетесь покупать. Я просто не знала, как культурно отказать. Потому что я была не уверена в этом варианте. Там был вариант с ремонтом. Продавали недорого. Учитывая, что еще есть ремонт. Но я не хотела чужой ремонт. Тем более такой. Потому что там полы были в ужасном состоянии. Это все надо было менять. Даже если сдавать. И то такую квартиру ты дешево сдашь. А года через 5-6 тебе опять там косметический ремонт делать. И все это дело обновлять. Ну да ладно. И вот звонит он мне. Я не знаю, что сказать. Я ему говорю. Вы знаете. Я присмотрела однушку. Около метро. В жилищном комплексе. Говорю название жилищного комплекса. Скорее всего там буду брать. Он сказал окей. Решать вам. До свидания. И сейчас я иду смотреть квартиру именно в этом жилищном комплексе. Который тогда соврала тому. То есть если я куплю, это будет прям судьба какая-то. Я прям была ванкой до этого. Почувствовала. С малинкой вообще. 40 калориев в этом напитке. Мама всегда говорит, не говори, пока не перепрыгнешь. Ну да ладно. Я уверена. Если все получится, если я куплю, то вы за меня порадуетесь. Еще такой момент. Часто вижу в комментариях, что пишут. Вот почему ты должна покупать квартиру. У тебя есть молодой человек. Пусть он парится по этим поводам. Эка ты все на себя закинула. А что мужик-то должен делать? То есть очень много критики по отношению к моему молодому человеку из-за того, что я собралась покупать квартиру. Мне кажется, безумно приятно, что вы оберегаете меня. И я считаю, что вы правы, когда так пишете. Что мужчина должен тоже задумываться о таких вещах. Но квартира, которую я покупаю, это не та квартира, в которой мы будем с ним жить. Мой молодой человек, он такой человек, он никогда в жизни не будет жить на территории девушки. Я об этом говорила вам уже однажды в видео, но все равно опять вижу такие комментарии. Хотелось бы это повторить, чтобы избежать эти комменты. то есть у родителей моего молодого человека есть несколько квартир в городе Баку. И это нигде я покупаю. Это в самом центре города. Хочу отметить несколько. Вот поэтому не зная эти моменты, вы думаете, что он, например, точит глаз или точит зуб. Ну, в общем, что-то точит на мою хату. пока что не купленную, да? Вас тоже можно понять, но вы же не знаете этих тонкостей. То есть он не из деревни приехал или вообще из какой-то бедной семьи. у них в Баку все есть более чем. Нам есть где жить. Нам не надо брать ипотеку. То есть никаких жилищных вопросов у нас с ним нет. Просто я считаю, что девушка должна быть независимая. Девушке всегда должна быть своя квартира. В случае чего мало ли что. Куда бы она могла собрать вещи и уехать. Да или вообще сдать просто. Я, конечно, могу потратить все свои деньги пойти купить себе супер дорогую, супер крутую тачку и понтоваться перед всеми. Вот я блогер. Я такая крутая у меня. Офигенная тачка. Но я советую вам тоже и сама всегда вкладываю в свое будущее, нежели в понты. попонтуешься ты сегодня завтра, а дальше что? То есть я могу купить супер классную тачку, но не хочу. Более того, я вам не рассказываю, но я вкладываю в акции. Не знаю, пока что не очень в этом разбираюсь, но в любом случае. Советую вам тоже не делать видимость того, что вы богаты, а быть проще и вкладывать в свое будущее, чтобы завтра с протянутой рукой вот так вот не ходить. я знаю очень хорошо, что такое бедность. я не росла в роскоши. Не хочу возвращаться к этому. Не мечтаю о яхтах, о самолетах, не знаю, о прислуге. Мне бы просто в месяц не знаю сколько тысяч, наверное, триста, триста пятьдесят для меня вот так вот. Я буду спокойно жить, откладывать и радоваться жизни. Огромных состояний мне даже не надо. Тихая и спокойная жизнь и все. Но это так, по секрету я вам рассказываю. в шесть мы идем смотреть, все измерим, поговорим с комендантом, что как почем. Надеюсь, что все будет чики-пики. На этом все, мои хорошие. Я выпила, поела. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Всех люблю, целую. Всем пока.